Библейский портал экзегет.ру представляет Говорят друг другу какие-то простые вещи, встречаются с Иисусом. Вот эта деревенская простота продолжается и во второй главе, где крайне малоприметное событие. Но мы хотим, конечно, уже мы знаем, допустим, если мы представим себя на месте людей, впервые читающих этот текст, мы знаем уже, что Иисус великий, чудотворец и все такое прочее. Хорошо бы какое-нибудь чудо увидеть, да? Да вот, пожалуйста, но какое? Только Иван его описывает из евангелистов. На третий день в Кане Галилейской была свадьба. Это тоже небольшое селение в Галилее, там неподалеку от Назарета. И мать Иисуса тоже была на ней. Ну, понятно, в деревнях обычно на кучу народ зовут. На свадьбу был приглашен также Иисус со своими учениками. Ага, уже есть ученики, они в прошлой главе появились. Закончилось вино, и мать говорит Иисусу, у них нет вина. Но это позорная ситуация, я думаю, всякие понимают, что созвать толпы людей и не иметь возможности их вином угостить с какого-то момента это прямо вот на всю жизнь пятно на репутации, да? И мать, конечно, переживает. Наверное, это их родственники, друзья, соседи, близкие. И Иисус ей отвечает, что мне до того женщина? Мой час еще не настал. Ну, женщина – это обычное обращение к женщине, даже к своей матери. И вот в чем так грубо отвечает? Ну, ладно, грубо, может, я неправильно сказал, но без малейшей тени сочувствую, да? Вот она может просто делиться с ним, она же ничего не просит, а просто делится, что есть проблема. И, наверное, он понимает, что она видит в нем не просто человека, того, кто способен помочь им в этой ситуации. И поэтому отвечает, мой час еще не настал. Ну, что я буду размениваться по мелочам, можем услышать в этом ответе. А мать говорит слугам, сделайте все, как он скажет. То есть они не спорят с ним, не переубеждают. Она подзывает слуг, и она понимает, Иисус что-нибудь придумает в этой ситуации, да? Вот просто делайте, как он скажет. Вот, смотрите, вот эта простая деревенская жизнь, такая сценка почти бытовая, она же одновременно содержит в себе очень много таких высоких вещей, да? А вот как это работает? Сделайте все, как он скажет. Вы не понимаете, вот я там в первой главе вам написал очень много всего сложного, и вы, наверное, до сих пор не понимаете, что это значит, почему слово, что означает, что оно было подле Бога, и единородный сын, и вообще что это, как это. Делайте, как он скажет. Там было шесть больших каменных сосудов для воды, каждый вмещал по паре бочонков, ну, там, 2-3 метрета, это 40 литров метрета. Они были нужны для иудейского омовения. Вот тоже такие подробности, прямо вот что и как. Ну, обычная история, потому что нужно совершать омовение и рук, и еды, и всего прочего, не только для санитарных целей, хотя это, конечно, очень хорошо, но еще и для ритуальных. Иисус велит слугам, наполните сосуды водой. Те наполнили их доверху. Кстати, знаете, почему каменные сосуды, казалось бы, нелогично? Это дорого и тяжело получается. А потому что с нечистыми веществами, если соприкасался камень, он не осквернялся. Вот емкости из глины, из материи, из дерева или кожи, их нужно было, собственно говоря, уничтожить, если они осквернены. А про камень такого не сказано. Значит, эти уже будут стоять, и ничего страшного, если что-то произойдет. Тоже такая мелкая деталь. Итак, Иисус велит слугам, наполните сосуды водой. Те их наполнили доверху. Он им говорит, а теперь зачерпните оттуда и отнесите распорядителю пира. Так они и сделали. Распорядитель отведал вина, в которую превратилась вода. Он не знал, откуда оно это. Знали только слуги, которые черпали воду. Вот уже, а почему это так втихую, да? Вот как будто специально он делает все, чтобы никто не понял. Интересно, а может быть, это тоже очень важная вещь. Вот Иоанн любит таинственные такие рассказы, да? И мы говорили еще в прошлый раз, что Иоанн обращает больше всего внимания на отношения. Вот слуги исполняют то, что велит Иисус, и торжество может продолжаться. И а как это, а что это, а каким образом? А вот я бы тоже так хотел, да? Кто же не хотел бы превращать воду в вино? Но дело не в этом. Само по себе чудо никому ничего не доказывает. Он вообще не пытается этим чудом, хотя обычно чудо – это демонстрация, да? Не пытается ничего людям показать, сказать о себе. Он просто оказывается там, где неловкая ситуация у людей случилась, и он ее исправляет. И вот распорядитель обратился к жениху с такими словами. Любой человек сперва подает вино получше, а когда гости напьются, то похуже. Ну, им уже все равно. А ты сберег лучшее вино до сих пор. То есть, это было еще и вино самое-самое лучшее. Но еще бы! Не будет же он превращать это все в какое-то пойло дешевое. Такое начало положил Иисус своим знамением в Кане Галилейской, и вил свою славу. Его ученики поверили в Него. После этого он отправился в Капернаум, это главный город в своих местах, довольно большой по меркам Галилея. И там, соответственно, проходила его жизнь в значительной мере в Капернауме и его окрестностях. В Капернауме вместе с матерью, братьями и учениками. Братья, ну, понятно, что в православной католической традиции это не дети Марии и Иосифа, ни в коем случае это дети Иосифа от первого брака, может быть, двоюродные и троюродные братья. Ну, а многие предстанты считают, что это дети, которые родились у Марии после Иисуса. Там они оставались несколько дней. И опять вот эта тихая жизнь семейная, и вот уже начинает казаться, что, наверное, так оно будет дальше. То есть Иисус – это такой вот деревенский мудрец, может быть, с особыми какими-то способностями. Ну, ничего такого глобального не будет. Да нет, почему же? По резкому контрасту. Приближалась иудейская Пасха. Иисус направился в Иерусалим, обычная история, на Пасху идут паломники в Иерусалим. Там он обнаружил, что в храме продают быков, овец и голубей, и еще там сидят менялы. Ну, понятно, нужно приносить жертвы, везти своего быка издалека – это долго и сложно, поэтому лучше взять деньги и купить быка на месте. И менялы, потому что нужно было расплачиваться в храме особыми монетами, ну, языческие монеты с языческими изображениями. Между прочим, на российских струблевках тоже языческое божество – Аполлон с крыши Большого театра. Ну, мы как на это внимание не обращаем, а для многих иудеев это было значимо. Поэтому они приходили с этими деньгами, где там какая-нибудь богиня Афина изображена, и меняли их на храмовые шекели, которые чисты в этом смысле. Их уже можно употреблять для оплаты там жертвоприношения или чего-нибудь еще. Вот, поэтому все для удобства людей, и вообще мы прекрасно знаем, что там, где просветает духовная жизнь, там и денежки какие-то текут, иначе надо на эти денежные потоки сесть и руководить любому нормальному коммерсанту, это очевидно. То есть, в общем, ничего плохого. Тогда он сплел из веревок бич и выгнал из храма их всех, и овец, и быков, а уменял, перевернул столы, рассыпав их деньги. Тем, кто продавал голубей, но голуби – это самая маленькая торговля, то есть это, наверное, бедные люди, которых, ну, хоть голубков продают. Он сказал, уберите это отсюда, не превращайте дом моего отца в торговый дом. То есть, быков он выгнал, а этим голубятникам так, лишь суровый выговор сделал. И в очнике вспомнили, что было написано, гложет меня ревность о доме твоем. Смотрите, свадьба – частное событие, он помогает, но тайно. И праздничный храм – очень торжественное событие, и он разрушает, по сути, это торжество и делает это явно, да, даже демонстративно так, чтобы точно совершенно все заметили. Почему? Ну, можно сказать, что он сочувствует простым людям, но резко критикует тех, кто делают духовно-религиозную жизнь источником дохода, и поэтому это важно заявить. Но еще вот этот контраст между домашней тихой жизнью и жизнью публичной. Один и тот же человек это делает – Иисус. Иудеи, напомню, иудеи – это скорее начальники, да, духовные лидеры, сказали ему на это, каким знамением ты подтвердишь нам, что вправе так подступать? Ммм, отлично, Иисус может сказать, а я вот тут вино в воду превращаю, давайте сейчас покажу, как. И можно открыть целый цех по производству вина из воды, большое предприятие получится. Ответил ему Иисус, разрушьте этот храм, и я за три дня воздвигну его. Иудеи тогда сказали, что 46 лет строился этот храм, а ты его воздвигнешь за три дня, но это он говорил о собственном теле. Когда он воскрес из мертвых, его ученики вспомнили, что он так говорил и поверили Писанию Слову, что сказал Иисус. Смотрите, получается, что он отказывается прибегать к чуду просто для демонстрации, для того, чтобы подтвердить свою правоту, свои полномочия. С точки зрения этих самых иудейских вождей, ну, нельзя вот просто так взять и там рассыпать деньги, выгнать животных из храма. Он говорит, покажи бумажку, ты кто, ты пророк, ну, давай тогда, ну, какая бумажка. Чудо сотвори, тогда мы понимаем, что ты пророк. И он отказывается это делать. То есть чудо – это не средство убеждения, это не то, что вот по голове человека стучать надо этим чудом и говорить, верь, 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 даже видишь, что чудеса творятся. А чудо – это средство помочь людям. Вот даже в такой простецкой ситуации выпивки на свадьбе не хватило. А вот наоборот, ощущение храма, оно нарочито реалистично, да? Мог он там молнию какую-нибудь с неба свести, чтобы этих быков там сожгло этой молнией сразу, да? Нет, он поступает, в общем-то, ну, как простой человек, да? И вот это тоже отказ от нарочитой религиозности, от религиозности, которая выпячивается, да? Которая вот всячески подчеркивает свою значимость, собственно. Вот Иисусу это не близко совершенно. И, с другой стороны, он говорит, вот этой загадкой разрушенной храма я его воздвигну, ну, как некоторая заявка на будущее, да? То есть, этот конфликт уже неизбежен. Это всего лишь первое описанное в этом Евангелии столкновение, да? Которого, можно было бы обойтись без продолжения, можно было ответить этим людям, ну, вы же безобразие тут развели, я хочу очистить храм, да? Вы сами должны были бы этим заняться, мне пришлось, мне все было бы справедливо. Но он как бы нарочито подчеркивает, что он не вписывается в эти рамки, он другой. Пока он был в Иерусалиме на праздновании Пасхи, многие увидели знамение, которое он творил, уверовали в него. Значит, еще какие-то были, Иоанн не упоминает. Но сам Иисус не доверялся им, потому что знал всех. Ему не было нужно получать внешнее свидетельство о человеке. Он сам понимал, что у того внутри. Какое-то очень пессимистическое описание, не правда ли? Но, тем не менее, так и есть. И вот не нужны никакие демонстративные чудеса, не нужно ничего, кроме, собственно говоря, вот этого взаимоотношения между людьми, между Иисусом и другими, теми, кто хочет стать его учеником или просто рядом с ним находится. Это, по сути дела, единственное, что важно. Но, конечно, люди грамотные не могли этим удовлетвориться. Нужно было как-то вот теоретическую базу подвести. В следующей главе это примерно и будет происходить.